Как с духовной точки зрения относиться к дистанционному образованию и к возможному чипированию человека, позволяющими управлять мыслями, духовными движениями человека? Ну, слушайте, ну, совсем разные вещи-то, ну, господи, так это в одной строке-то. Да, ну, дистанционное образование, ну, куда ж денешься, когда другого сейчас невозможно? Ну, невозможно! Вы что, сейчас против того, что сейчас вот мы это разговариваем, да, 1 июня? Вы что-то такое говорите, странное? Ну, куда ж денешься? Ну, остаётся хорошо, слава Богу, что есть такая возможность, хотя бы дистанционно, но встречаться, обсуждать и обучаться, это, слава Богу, хотя, естественно, это явление достаточно новое, и тут ещё много-много, может быть, требуется, ну, учитывать обстоятельства, чтобы не свести это дистанционное обучение к какой-то формальности. Но формально можно, вы знаете, я вам скажу, и обычное обучение. Пришёл профессор, прочитал, да, до свидания. Можно так? Можно. Вот и вам и нестанционное. Кажется, никакой дистанции. А можно иначе. Так что в этом отношении я не вижу тут ничего худого, а слава Богу, что есть хотя бы такое возможность. Насчёт чипов, учтите, вы же видите, идёт цифровизация, от которой, поздравить вас, никуда не денемся мы. Таков поток научно-технического развития жизни, увы. Поэтому в том числе и чипирование будет. Не беспокойтесь, всё будет, будет. Поэтому задача наша состоит в чём? Не в том, чтобы мы могли остановить этот процесс. Это глупо, всё равно, что рукой остановить Волгу, например. Попробуйте, это вообще неплохое занятие. Не это требуется, требуется другое. Требуется, как нам вести себя перед лицом этого факта. Вы слышите? Не в том смысле, чтобы остановить или уничтожить его. От этого факта никуда не уйдём. Все будут. Всюду покроют цифровизация. И наверняка всех чипируют. Потому что антихристу нужны рабы, а не люди. А вот как нам относиться к этому, это действительно вопрос очень серьёзный, по-христиански. Надо смотреть, действительно ли с помощью, когда оно подойдёт, если это чипирование, могут управлять моим сознанием, моим убеждением, моим верой или нет. Надо смотреть. А, конечно, а так вам скажут, ну что вам, вместо какой-нибудь карточки-то, вместо носить с собой куда, лучше же вам под кожей это сделают. Надо смотреть, что это такое. Если это будут мной управлять, в смысле, моим сознанием, ой, это страшно. Одним словом, я хочу сказать, от факта этого мы, конечно, не уйдём. Может быть, благодаря каким-то, ну, не знаю, задержать его на какой-то, на год, на два, там, я не знаю, но, в общем, это неважно уже. Вот. Самое главное, что надо, пока не поздно, воспитывать себя в христианском образе мыслей, христианском образе жизни и готовиться к этой цифровизации с тем, чтобы остаться христианином в любом случае. Потому что сейчас мы ещё не знаем, с чем до конца это связано, ещё не знаем. Но подойдём, увидим. И вот, но готовиться нужно, конечно, заранее. Субтитры сделал DimaTorzok